МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карачаевск – город, который окружен двумя прекрасными реками. Содержать их в чистоте является долгом каждого жителя. В этом году в рамках реализации проекта «Чистая страна» началась рекультивация свалки твердых бытовых отходов, которая находилась рядом с рекой. Работы завершены уже наполовину, и к концу года территория будет готова к эксплуатации. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. Свалка в Карачаевске была введена в эксплуатацию в 1996 году. Она располагалась на левом берегу Кубани. Ввиду негативного воздействия на окружающую среду, решением суда она была закрыта в ноябре 2012 года. Но так как отходы, накопленные годами, располагались рядом с водой, нередки были случаи, когда они попадали в нее. Ведь на территории свалки твердых бытовых отходов действовала несовершенная система утилизации и захоронения мусора. На сегодняшний день она не представляет угрозы для окружающей среды. Запланировано устройство слоев из гребина-песчаной смеси, из песчаной смеси. Дальше у нас слой из техно-каута, это полиэтиленовый слой, так по-простому скажем, из двух слоев. Из бентонитовых матов тоже запланирован изоляционный слой. И растительный грунт. Общая толщина всех слоев составляет 1 метр 35 сантиметров. Как отметили работники, самое сложное позади. Ведь необходимо было изолировать свалку от реки и собрать все то, что попадало в нее. На сегодняшний день мусор засыпан различными слоями породы. После чего территория в 2 гектара будет дана в эксплуатацию города. Комиссия, курирующая рекультивацию, отметила, что работы выполняются должным образом и объект будет сдан в должный срок. Вы сами видите, что свалка находилась прямо на берегу реки. Все отходы вместе с дождями попадали в источник водоснабжения нашей республики. По результатам этой рекультивации будут выполнены все мероприятия для того, чтобы защитить реку от попадания туда негативных стоков. Работы ведутся, в принципе, динамично. В общем и целом мы видим, что до конца года подрядчик успевает. Качество работ тоже удовлетворительное, хорошее. Мы надеемся, что так же будут продолжать и будем еще выезжать, тоже контролировать ход работы. Важность проводимой работы невозможно переоценить. Ведь все природные сообщества регулярно рассказывают о пагубном воздействии твердых отходов на окружающую среду, а также и на жизнь человека. Заботясь об окружающей среде, мы сохраняем все то хорошее, что дает нам природа. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин с Ковровой Империей Венера. Звоните. Плюс семь девятьсот двадцать восемь. Триста девяносто сорок три сорок девять. В эфире Вести. Вы смотрите Вести. Добрые Вести. На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Садома снова зацветут сады. Вести всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых вестей.